Здравствуйте, дорогие друзья! Я недавно услышала очень хороший совет. Как уберечься от стресса? Как повысить свой иммунитет? Вы знаете, этот совет был очень неожиданный. Надо читать книги. Оказывается, в тот момент, когда мы читаем, именно читаем, именно письменное слово, когда мы читаем, мы начинаем жить какой-то другой жизнью, мы начинаем чувствовать, мы начинаем переживать, и мы начинаем уходить от тех проблем, которые вокруг нас. И действительно повышается иммунитет, и действительно мы становимся более стрессоустойчивыми. Я вообще очень много размышляла всегда о том, почему же такое значение мы придаем чтению, в чем сакральность этого процесса, чем чтение отличается от всего того, чем мы занимаемся. И это, правда, очень интересно. А вы когда-нибудь задумывались над этим? Один замечательный писатель, Умберто Эко, сказал, что чтение помогает нам структурировать опыт, структурировать наше прошлое, настоящее, будущее. И когда ребенок читает, он узнает об этой жизни больше опыта именно, а не знаний, когда и выстраивает свое отношение к этой жизни и свои представления о мире вокруг. Но кроме того, у книг есть и еще одно свойство, удивительное свойство – это способность создавать общее поле. Когда мы читаем, мы читаем, наш ребенок читает, мы живем этими словами, этими книгами. Вообще-то можно даже сказать, что мы состоим из цитат. Ну, многие из вас говорили, пусть такие дела житейские. Но вы же знаете, это цитата. Или мы говорим по взрослым, в компании во взрослых, красота спасет мир. Но это же тоже цитата. Очень часто мы говорим, я подумаю об этом завтра. Это тоже цитата. И когда мы живем в одном поле одних книг, то мы становимся ближе друг к другу. Нам есть о чем поговорить, нам есть что обсудить. И вы знаете, дети, они думают, что книга, она была изначально. Ну, что она была создана так же, как и был создан мир. Не то, чтобы она где-то росла на книжкином дереве, но ребенок даже не задумывается о том, какой путь проходит книга до того состояния, когда он может ее взять и прочитать. Она для него изначальная. Там скрыта тайна. Там есть какая-то жизнь. И вот из этой горстки букв 33 и знаков репинания создается целый мир. И в этом мире мы способны жить. У нас такая удивительная особенность нашего мозга, нашего психики, что мы способны прожить не одну свою жизнь, а еще много-много-много жизней тех, о которых мы читаем. В этот момент нам действительно легче жить, нам действительно спокойнее и радостнее. Повышается наше настроение, повышается наш иммунитет, уменьшается наша стрессовость и наше состояние тревоги. И текст любой книги – это то пространство, в котором мы живем. И я поэтому со своей стороны очень советую вам – читайте детям вслух. Читайте много сами. Читайте любимые книги. Читайте хорошие книги. Переживайте. Попадайте в такое состояние, когда невозможно оторваться от текста. И вам будет хорошо. И мы проживем эти дни с вами вместе спокойно и замечательно. До свидания.